Сильный ветер и бушующее море не помеха для подготовленной команды волонтеров-спасателей. Вооружившись с очками, добровольцы готовы к вылазке на остров Тюлени для спасения морских животных. Правильно подобранные инструменты значительно облегчают задачу. Лески и упаковочная лента, она порой не просто висит на котике, а она въедается под кожу и получается зарастает немного. Ее нужно правильно обработать, правильно аккуратненько вытащить, проверить. Бывают двойные ленты, то есть бывает одну вытаскиваешь, а еще одна спрятана. Пластиковый мусор, рыбацкие лески, обрывки сетей – все это превращается в так называемые ошейники, которые не дают нормально охотиться и кормиться морским гигантам. А иногда и создают угрозу для жизни. Волонтеры-спасатели срезают их телескопическим ножом, а также работают с применением дистанционного инъектора и разрешенных седативных препаратов. В целом травмирование этим мусором для популяции большого вреда не наносит. Но оно приносит страдания отдельным животным. И люди, это обязанность людей оказать помощь этим животным, потому что мусор этот образуется в результате деятельности человека. Помимо избавления от мусора, который причиняет мучения млекопитающим, важной задачей экспедиции стала обработка как опасных для жизни ран, так и мелких порезов, которые с трудом заживают без вмешательства ветеринаров. Мы проводим ревизию раны, прежде всего. Убираем некротические ткани, чтобы заживление шло уже гораздо быстрее. Зачищаем рану, промываем ее, обрабатываем антисептиком с антибиотиками. Группа волонтеров спасает животных уже третий год. Количество освобожденных гигантов растет год от года. В настоящее время друзья океана отправились в Камчатский край для проведения еще одной экспедиции по оказанию помощи морским котикам на Командорских островах. Олеся Львова, Илья Бабинков, телекомпания ОТВ.